Сейчас у нас рекламный блок, затем расскажем про юбилейный конкурс «Педагог года», поздравим автомобилистов, а также наша традиционная рубрика «Попали в сети». Возвращаемся после рекламы. Педагогический марафон длиною в 20 лет. В плену стартовал юбилейный конкурс профмастерства «Педагог года». Почти полтора месяца участники будут находиться в напряжении, и им предстоит нелегкая борьба за пальму первенства в своей профессии. Блеснут талантом на сцене и у доски на этот раз 11 участников, среди них воспитатели и учителя. Первый этап конкурса под условным названием «Визитка» уже состоялся в четверг в МЦ «Стекольный». Давайте познакомимся с участниками поближе. Талант, наука, мастерство – девиз этого года и основа профессии «Педагога». Они учатся всю жизнь и каждый день отыгрывают свой моноспектакль. Аудитория бездарности и фальши не прощает. Каждый урок – маленькая жизнь с провалами и победами. Именно у доски разыгрываются настоящие комедии и драмы. Они учат, что жизнь – борьба, а теперь и сами участники профессиональной битвы. Я желаю вам, чтобы у вас, как в моем году, сложился добрый коллектив. Коллектив ваших конкурсанток. Чтобы ваша борьба была очень честной, но в то же время взаимной и с поддержкой, с пониманием. Елена Завольнюк знает, что пожелать. 9 лет назад она сама покорила эту сцену и стала лучшим педагогом 2008-го. За плечами административная работа и директорство в школе, а теперь Елена Васильевна – главный человек в клинском образовании. Этот конкурс был для меня не просто трудным, он показал мне, как по-настоящему хорошо ко мне относятся многие люди. Я для себя открыла очень много добрых сердец. Смотр талантов, взлетная полоса и кузница кадров. Конкурс – один из шансов, который обязательно выпадает каждому. А вот используют его только самые одарённые. Ведь испытания под прицелом не только управленцев от образования. Администрация муниципалитета и здесь приклядывает кадры. А они, как известно, решают всё. Когда вот все спрашивают, а как становятся директорами, как становятся заочами, а как приходят в управление. Вот так и приходят. Это и есть то самое, как говорят, по знакомству, конечно, по знакомству. Мы знакомимся здесь, на этой сцене. Мы знакомимся с коммуникабельностью, с открытостью, со смекалкой, с умением отвечать на самые такие каверзные вопросы, ориентироваться в самых непростых ситуациях. И когда ты смотришь, видишь, оцениваешь всё это и понимаешь, вот он, руководитель нового времени. В юбилейном году за звание педагога и воспитателя года поборется 11 участниц. Они уже заявили о себе в первом туре. Ярко, оригинально, талантливо. Как это умеют только настоящие лидеры. Стихи, проза, танцы, песни, атмосфера, конкурсные визитки. Кристина Рыкова родом из Иркутска. В Клину живёт и работает недавно, но уже заявила о себе, как один из самых ярких педагогов. Её фольклорные занятия и представления в Центре детства «Жемчужинка» покорили не только малышей, но и родителей. Конкуренцию муз-педагогу в этом году составят Дарья Сергеевна Максимова, музыкальный руководитель из Ивушки, Светлана Равильевна Булахова, музыкальный руководитель детсада «Светлячок», Татьяна Сергеевна Захарова, воспитатель детсада «Искорка», Наталья Викторовна Куликова, воспитатель детсада «Росинка», Екатерина Игоревна Уткина, логопед детсада «Алёнушка». Среди учителей на звание лучшего пять претендентов. Елена Васильевна Каравашкина – учитель начальных классов школы номер 9, Ирина Юрьевна Шмыкова – учитель математики Решотлинской школы, Оксана Викторовна Чайникова – учитель географии школы посёлка Чайковского, Ирина Сергеевна Адабир – учитель химии и биологии из Новощаповской школы, Светлана Сергеевна Святова – учитель русской литературы школы номер 13. Алло, в кино? В сеанс 16? Тетрадок стопка. К 16 я не могу признаться. Я не ропщу, работа мне по нраву. Горжусь учить детей мне дали право. Уже 3 ноября для конкурсантов назначено очередное испытание. Им предстоит рассказать о своих ноу-хау в образовании. Участниц конкурса также ждёт открытый урок, мастер-класс и дискуссия с начальником управления образованием. Имена победителей мы узнаем в середине декабря. Елена Плеснина, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова